Всем привет! Всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Финляндия. По просьбам трудящихся хочу показать немножко наши рыбы. И, конечно, красные рыбы. Это самое лучшее, что в Финляндии есть. И про килограммы я тоже покажу, потому что, может быть, маленькая упаковочка быть. Но на килограмм она получается очень дорого. И вот здесь хороший пример. Это упаковочка 150 грамм грави холодного копчения. 7 евро можно купить 2 пакетика. Но когда мы смотрим за килограмм, цену получается 24,60. И сейчас скидка 23,33. То есть вот такая рыбка есть. И чем больше упаковка, тем, конечно, дешевле получается цена. Но это натуральный финский продукт холодного копчения. 100 грамм 2,99 и килограмм 29,90. И если покупаем с укропом, вот такая тоже с укропом холодного копчения есть. И уже 2,99. И если написано в Вейпале, это уже нарезано кусочками. И точно такая же кирья логи сиво. То есть это кусок ненарезанный. Сразу цена вот 51,50 килограмм и 5,15. И, конечно, всякого вкуса есть. Но финны предпочитают а-ля натурель или с укропом. То есть ни добавки, ни перца, ни чеснока, ничего. То есть рыба должна пахнуть рыбой. И если мы большую рыбу покупаем, вот здесь тоже написано, пожалуйста, саву кирья логи. То есть копченая рыба. Это целиковая рыбка. Вот такая она в такой упаковке. Ну и, конечно, финская овал, вместо тусомеса. Изготовлена она в Финляндии. И тогда цена совсем уже другая. 11,95 килограмм. То есть вот со шкуркой, с хребтом и так далее. Цена в 2 раза дешевле. И если мы покупаем уже филироиду. То есть она уже без шкурки и так далее. Холодного копчения. Вот такая рыбка стоит 13,25 килограмм. И здесь у нас тоже копченая рыба. И она вся А-лейку. То есть она разрезана по системе А. То есть отрезана голова, плавники и так далее. Но вот эта часть и хвост присутствует. То есть если отрезается хвост и вот это жирное, и хребет, это получается Д-лейку. То есть это разрезано по системе Д. Это самая дорогая филира, потому что хвост в рыбе самый считается дешевый. И целиковая рыба, конечно, самая она дешевая. Но вот кто умеет чистить и так далее, конечно, она получается очень дешево. И килограмм такой рыбы у нас стоит 8,90. Ой, извиняюсь, 5,99 стоит килограмм. И вот такая рыбка потянет на 8,60 евро. Здесь в этой рыбке килограмм 436 грамм. Но что я вот, например, делаю с такой рыбой. Я, конечно, ее филирую дома. Голову, хребет, хвост и так далее. Я варю солянку. Половину я всегда солю. И половину я, конечно, всегда делаю копченую. У нас дома стоит коптильня. Это тоже все очень здорово. Ну и, конечно, из рыбы есть всякие котлеты и так далее. И вот здесь, например, кала-нугетти тоже есть. Две упаковки за 4 евро. И логи-пюэрик отход, как, знаете, такие фрикадельки из красной рыбки. Стоит 2,69. И здесь у нас 300 грамм. И килограмм цена 8,97. Ну и, конечно, дешевая рыбка тоже есть. Финны обожают мойку. Наша русская мойва. Я такую рыбку, к сожалению, не очень. Но финны обожают ее безумно. Такая мойка стоит 10,95. Ну, я считаю, я лучше красной рыбки кусочек съем, чем есть мой. Но финны обожают. И вот такая рыбка. Тоже стоит 13,90 килограмм панвуш ахвен. И это у нас 400 грамм. Стоит 5,59. Ну и, конечно, если вы логи-палы вот такой хотите, это самое дешевое. Видите, здесь забраны хвосты. И хвосты самые дешевые. То, что в красной рыбе есть. И, конечно, цена уже совсем другая. Ну, хвосты тоже хорошо. Но какой-то суп и так далее, это тоже все можно использовать. Очень много вот таких абба туатет, вы помните. Абба это шведское производство. То есть, чем намазывать на хлеб. Вот есть из тоника, из тунца. Есть из красной рыбы логи пасте. Это у нас красная рыба. И, например, вот такой из тунца я люблю. Мне тоже безумно нравится. И многие спрашивают, что ли, абба, это что? Это, да, многие думают, что этот ансамбль имеет этот рыбный завод. Нет, это все наоборот. Сначала был рыбный завод, а потом уже этот ансамбль. То есть, мы когда были пару лет назад в Абба-музее, там так здорово на все представлено. Если будете в Абба-музее, обязательно зайдите, посмотрите. Безумно мне нравится. И вот это обожают все финны. Кали Матитахна. То есть, это все едят и дети, и взрослые. Такое тоже я очень люблю. Если в Финляндию приезжаете, очень советую. Стоит 4,99. Вот такая упаковка. И там 300 грамм. Ну и, конечно, много всяких салатов. Салаты люди едят, потому что они не хотят сами заморачиваться с этими салатами. Ну и все салаты, конечно, без лактозы. Лактоза и тон. Я мерен салати. 200 грамм. Очень вкусные эти салаты. Я тоже их люблю. Вот, пожалуйста, 15 евро килограмм и 3 евро стоит вот такая розеточка. Ну и, конечно, салатов всяких очень много. Я вот так вот покажу. 200 грамм, 200 грамм. Каткарапу из креветок. Тоже из креветок каткарапу. Ну и есть натуральные креветки. Если вот вы хотите просто куда-то на какой-то салат кинуть, они тоже есть. Все у нас вот такие креветки стоят 29,12. И тапка и упаковка стоят 4,95. И есть жареная вот такая тоже. Тут девочки показывали. Корюшка у нас. Корюшки нету. Ну вот типа вот такой вот. Если жарить вы сами не умеете. Видите, даже написано, на каком масле пожарено. И вот такая розетка стоит 2,39. И там 170 грамм. И потом девочки спрашивали про селедку. В Финляндии обалденный выбор селедки. Я обожаю финскую селедку. И видите, на всей селедке, конечно, этот финский флаг. Она сделана в Финляндии. Ну и, конечно, килограмм такой селедки стоит не дешево. 23,67 килограмм. И вот такая маленькая баночка этой селедки. Здесь 150 грамм. Но она уже в филе. Разделаны только хребты. То есть нет ни хвостов, ни ушей, ничего. Знаете, то есть очень все. Самый хороший кусочек то, что из этой селедки можно получить. Вот этот хребетный кусочек. 150 грамм стоит 3,55. И во всех вкусах. Пожалуйста, хотите вы а-ля натурель. Хотите вы с томатом. Хотите вы с перцем. И так далее. Все это написано. Томаты, каштыки. Перхесили. Фемили. То есть вот такая есть. Это с луком. Что-то я стала заикаться. С укропом. И юхла сили праздничная. Ну и вот эти большие банки получаются дешевле, если вы посчитаете на килограмм. Вот такая большая банка стоит 7,73 килограмм. И здесь у нас сенапи, каштыки. То есть в горчичном. В горчичном. Здесь у нас с луком. Вот такая тоже есть. И здесь у нас с укропом. И цена, видите, сразу получается гораздо дешевле. Ну и вот такое филе покупаю я. Которое просто филе разделанное. Она в соленом, в таком как бы подливке. Здесь ничего нет. Я режу на кусочки. Заливаю растительным маслом. И посыпаю луком. Вот такую селедку люблю покупать я. Она стоит 12,95 килограмм. И здесь у нас 180 грамм. И разница в том, что бывает. Воймакаштисолоту. То есть очень посолено. И кевиаштисолоту. То есть немного посолено. Если у вас какое-то сердечное заболевание, сосуды и так далее. Но вот кевиаштисолоту очень советую. И потом у меня сейчас слюни потекут. И потом Ахтисили. Это считается самая финская, дорогая, красивая. Вот такая селедка. И написано Нахатон Яруатон. То есть без кожи и без костей. И вот показано, что можно полить ее немножко лимоном. И добавить вот этой зелени. Тоже это красивая. И это у нас тоже самая селедка. И вот так она, по-моему, одинаковая она. Да, перентейнен. И есть, конечно, кто хочет чистить. Тоже это все есть. Хоть зачиститесь. И вот здесь написано целиковая селедка. И целиковая цена, конечно, сразу дешевле. 7,99. И опять вот эта Абба. Очень вкусная тоже эта селедка. Селедка. Ну и много селедки в таких вот баночках. Пирка самая дешевая. Я про это всегда рассказываю. И, конечно, килограмм. Ну и много Абба. Абба. Афины обожают Анну Абба эту селедку. И есть малюсенькие баночки. То есть, если, например, куда-то на дачу, вот на один день, вот такую баночку можно тоже купить. Но чем меньше баночка, тем дороже цена. Помните, да? Вот если такую, мы посмотрим. 34,90 килограмм. И 3,49. Вот такая мальченькая 100-граммовая баночка. Конечно, нужно покупать всегда баночку побольше. Если даже вот такую, мы смотрим. Это 24,93 килограмм. И здесь опять, видите, во всех вкусах. То есть, хотите, с луком хотите. С... Мауштехэрока. Ага, с ягодками. С красной смородой. Господи, что только они придумают. Я хоть посмотрю, что продают. А то я все бегу, как это, по Европе. И народ не могла не пройти мимо, показать, какая у нас русская есполка, например, в ком-магазине. Вот Монакойсо. Это жареные кабачки. Кабачки стоят 3,39. И это, по-моему, немецкая фирма. Вот такая гранатовая подливка стоит 5,39. Майонез. Мечта хозяйки. 240 грамм. Стоит 1,85 евро. Хрен у нас стоит 1,89 евро. Потом есть вот сардины. Ну, вот такие сардины баночка стоит 3,19. Ну, как это наши шпроты. Потом есть вот такой пунакали салат. Салат из красной капусты. Есть обыкновенная капуста. Есть корейская капуста. Кимчи и так далее. Холодный борщ. Соленые огурцы. Все это есть. И вот такие баночки помидоров стоят 3,09 евро. Девочки, кто спрашивал, как выглядит корейский пирожок, показываю еще раз. Потому что в прошлый раз только полемики вызвало, что как он выглядит, из чего он сделается. Вот так он выглядит, наш корейский пирожок. Он делается из риса, начинка или из картошки. И кто-то, девочки, писали, что это как русская калитка. Ну, я не знаю, калитка это или не калитка. Ну, вот такой корейский пирожок у нас есть. И стоит он 39 центов штучка. Ну, и всегда есть скидки. Сегодня скидка на киреологи филия. Без головы, без хвоста 12,90 килограмм. И она уже разделана. И есть холодного копчения. Есть горячего копчения. Есть уже нарезанное 26,99. И горячего копчения 22,95. Вот сегодня такие есть. И силака филия стоит 29,90 килограмм. И, конечно, много морепродуктов вот таких. Знаете, которые уже в заморозке. С картошкой, без картошки. И с овощами, и без овощей. Финны безумно обожают вот такое тоже все это купить. Ну, и, конечно, маленькие дети. Вот без таких колопуйков жить не могут. Маленькие дети любят вот такие рыбные палочки. Все это у нас тоже в Финляндии есть в большом ассортименте. Какую рыбку вы хотите купить. Все это, конечно, тоже продается. Так, вот здесь у меня решетка. И я эту решетку всегда обоворачиваю фольгой. У меня обыкновенная алюминиевая фольга. Я оборачиваю только из-за того, что мне нравится. Рыбка не прилипает к решетке. И ее легче мыть. Так, филе я споласкиваю холодной водой. Промакиваю бумажным полотенцем. Никаких у меня шикарностей здесь нет. У меня обыкновенная соль. Хотите морскую, хотите обыкновенную, как соленую вы хотите. И у меня обыкновенная каламауште. Кто-то делает свою такую приправу. Кто-то покупает. У меня готовая она из пакетика. Где просто было написано приправа для рыбы. И если мы считаем вот такой кусочек больше, меньше килограмма, но больше, чем полкило, 30 минут я кладу в коптильню. И сейчас покажу еще вот так пакет. Это пакет, почему я всегда говорю, что это D-лейку. То есть разрезано D-системой. То есть здесь нет вот этого места, который у головы. Считается таким, где самые большие кости. Все, значит, плавники отрезаны. Отрезан хребет и кончик хвоста. То есть вот это D-лейку. Самая дорогая, самая хорошая рыбка. Но она дороже буквально на 3 евро. То есть ничего там в ней бриллиантового нет. А лейку стоит 12,95. Это стоит 19,95. Но была скидка. Всегда смотрите, бывает очень хорошая скидка. На красную рыбу. Так, электрическая коптилка у нас стоит вот здесь на улице. Значит, кидаем рыбешку. Так, на подносе кладем 2 щепотки этой стружки. Вот из такого пакета они покупаются. Кинский продукт. И мой муж кладет 2 кусочка сахара. Кто-то кидает 3 каплика никак, кто еще что-то добавляет. Но мы такой не добавляем. 2 кусочка сахара и полчаса. Так, ну и вот посмотрите, рыбка наверху. Вот это засунуваем туда. Закрываем крышкой и включаем в сеть. И все, через полчаса можно доставать. Единственное, доставайте перчатку. У нас перчатка вот такая, резиновая, которая это сама выдерживает. Потому что эта штука очень горячая. Потом покажу, что получилось. Так, ну вот наша рыбка получилась. Делаете вы салат, варите вы картошку. И вот такое получается от этого. То есть получается сахар вот этот вот и эти стружки. Красота. То есть вот такая рыбешка у нас получается. И про вот такое у меня есть видео по Ило. Я показываю, сколько они стоят. Есть дешевые 29,90, 39,90. Но есть и по 100 евро. Вот такую вы можете коптилку себе домой купить. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампыри. Всем физкульт-привет.